Это ребята, которые на сцене дают такой драйв, такую энергетику, которую трудно себе представить. Мы можем играть разными инструментами, используя только гитару и скрипку. И поэтому мы не используем никаких минусов, никаких, как музыканты говорят, подкладок. В 2012 году мы вдруг стали лучшей группой штата Орегон. Мы играли на Таймсквер. И мы играли, и за 4 дня продали 4000 дисков. Большой, здоровый, черный полицейский вдруг медленно к нам подходил. Немножко так. Да, и он взял и купил диск. Шоу, это что такое? Это я играю на баяне, и у меня еще коллектив танцоров от 6 человек. Я говорю, мама, хочу на баяне играть. И она говорит такая, Настенька, ну говорит, скрипочка, фортепьяночка, ну есть же такие инструменты. Это ребята, которые исколесили весь мир с гастролями. Это ребята, которые на сцене дают такой драйв, такую энергетику, которую трудно себе представить. Это ребята, которые вдвоем всего-то, гитара и скрипочка, но они совершают чудеса. Это ребята, которых приглашает американское посольство, другие посольства, которых ждут во всем мире и во всех уголках вселенной с их удивительной музыкой. Потому что ту энергию и тот драйв, и тот позитив, который они несут, это сейчас дорогого стоит и редко встречается. И я рад, что на третьем Russian Woodstock группа To Siberians заняли почетное место в списке лайнапа и взорвали зал. Он и большой был зал, народу было не так много, потому что пандемия, все понятно, но тем не менее это было уникальное выступление. Мы сейчас занимаемся как раз монтажом и в ближайшее время мы наверняка покажем вам уже видео, как это было. Игорь, я все равно предлагаю сегодня поговорить, а Woodstock и повспоминать и заодно с нашими гостями. В гостях я еще раз напомню, что группа 2 сибирца Юрий Матвеев и Артем Якушенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Hello, my friend! Правда, у нас все там на русском говорят, но некоторые, как в магазин в Нью-Йорке, говорят, дайте мне колбасы. Окей, окей, ничего, что я по-английски. Окей, по-английски уже все, значит, по-английски. Так, ну ладно, ребята, расскажите, дорогие... Жестко, жестко, Юля, а у нас все по-взрослому. Я имею в виду на Брайтон-Бич, да. Но музыкальный салон все-таки отсылка известная к тем временам, когда в салонах не только музыка звучала, но и бравые парни заходили в этот самый салон, иногда даже выпивали и отдыхали по полной программе. Поэтому сегодня и отдохнем, и, я думаю, узнаем что-то новое о музыке. Конечно, сегодня мы даем. Первый вопрос замечательному дуэту Юрию Матвееву и Артему Якушенко тянет в гости опять сюда. И хочется ли, чтобы гости случались чаще? И только ли пандемия останавливает? Или все же какие-то еще интересные планы по всему миру? Что сначала в Норвегию, потом в Англию, а уже потом сюда в Штаты опять? Здесь много людей, вам уже привет прислали. О, классно, классно. Страна помнит свои герои, да? Очень приятно, да, вот что именно с Нью-Йорком идет разговор, потому что там у нас прошло 5 лет, и очень большое влияние на нас оказал Нью-Йорк, потому что очень много знакомств, очень много хорошей музыки и очень много важных фестивалей, музыкантов. Вообще-то просто наша школа была музыкальной, музыкальная школа в нашем университете. Какие годы? Ну, мы в 2003-м вернулись, это с 99-го, получается. 99-го мы там встречали, до первого Нового года мы встречали 99-го. Так когда вы поменяли ту Сибирь, там именно, до этого, я знаю, Белая Острога вы были, да? Нет, Белая Острога, поменяли нам там. А вам там поменяли? Вы не виноваты, короче. Мы не виноваты, потому что мы сопротивлялись. Когда мы пытались даже перевести Белый Острог на английский язык, получилось White Ford. В Америке все знают, что Ford это место, где белые от индейцев прятались. И это уже тогда было... Не очень так комфортно звучало. В общем, что осталось в прошлом тысячелетии, осталось в прошлом тысячелетии. Забыли? А у нас была надпись, Джон Скорфилд нам написал, To Siberians. И нас все звали To Siberians. И мы, когда думали над новым названием, то как бы само и родилось. Так получилось, все нас звали To Siberians. И иногда To Crazy Siberians. И с To Crazy To Siberians выбрали второй. Два прекрасных, сумасшедших музыканта из Сибири. А, кстати, можно, да, To Crazy Siberians можно было так и сделать. Еще одно название. To Crazy Siberians. Подождите, а были другие варианты у вас лично? Сразу же переименуетесь. Ну, у нас разные, особенно старое название, Белая Острога у нас... Менеджер сначала предложил, давайте назовем Сибирь. И даже где-то написал, тут же пришло письмо, что в Америке уже есть группа Сибирь. В Америке есть? Да, мы, говорит, мы существуем уже там несколько лет, поэтому просим вас не называться Сибирь. Ну и вот мы назвали To Siberians. Хорошо, что оркестр сибирский. Три не появилось потом. А есть желание третьего взять? Тогда три Сибирианс будет. Четыре Сибирианс. Знаешь, мы сразу же после того, как прозвучит первая вещь, поговорим, а также мы узнаем, на сцене ли Times Square встречали ребята Новый год, 29-й. И, конечно, обо всем, обо всем, включая планы, есть ли, собственно, какие-то мечты встретить Новый год 2022, тоже на Times Square и уже точно на сцене. Ребят, мы продолжаем. Это музыкальный салон Серж Ловте, привет большой, он стоял у истоков этого потрясающего проекта. Ну и в музыку у нас, милой звучит, радиомост. А в Москве, в Нью-Йорке это прямо сейчас. Слушаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Электричная электричность Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое, тогда наслаждаемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну-ка давайте комментировать сразу. Тут вот опять такая буря вопросов, и скрипки звучат, и балалайки тоже слышны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много навыков Игры на этих инструментах И, конечно, все это трансформируется через Определенные электронные Приборчики И поэтому возникает ощущение И балалайка, и контрабас И духовые вы услышите сегодня Что только не услышит А, духовой будет В хорошем смысле А на сцене А на сцене, когда на Вудстоке Двое вышли И такой вал музыки То есть у вас такие Закон сохранения энергии У вас такой вал музыки И только два человека на сцене То есть так и на выступлениях происходит Да Во-первых, на выступлениях Да, еще не то, что лучше Здесь мы слышим только Запись Это музыка Но когда ты смотришь визуально на ребят У них там играет Каждый мышц на лице У них каждый мускул Он чувствуется под их одеждой Эта энергия Она настолько передается залу Что это немыслимо вообще Они настолько Растворяются в проекте В своей музыке Что в это время Мне кажется Хоть землетрясение Хоть метеорит прилетит Им по барабану будет абсолютно Они живут в музыке И вот на то время игры Они просто отключаются От внешнего мира И это настолько эффектно Настолько классно Я представил Метеорит летит И мы пока не доиграем Не уйдем Не-не-не А метеорит зависнет 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 Потому пока мы не доиграем А потом уже долбанет Да, потом уже Расскажите Как вы творите вообще Как рождается ваша музыка Один приходит И риф приводит Артем потом наигрывает что-то Или Артем какую-то мелодию Юра добавляет Как? Или вы вместе Или отдельно? Каждый раз по-разному И поэтому сложно сказать У нас более трехсот композиций И как каждый раз по-разному приходит И мы собираемся Начинаем что-то играть Иногда задачи Музыка к фильму А, мы для спектаклей Музыка для театра Одна история Нет, иногда нам ставят задачи Которую нам надо выполнить Ну и есть там какие-то там Темы там еще в фильме А свою музыку по-разному Ну нет такого, что один принес Уже готовую аранжировку Нет, обычно Один приносит гитару А второй скрипку И это уже готово И уже как-то с этого Так, подождите Начало у нас есть Я вот, например, ничего не понимаю Главное начать Ничего не понимаю в скрипках Поэтому я даже не пытаюсь Так же, как он в гитаре Я начинаю что-то играть Или он начинает что-то играть И мы как-то подхватываем Потом раз и заигрались Да Подождите Главное заиграться Человек, который не посвящен в музыку И как это творится Звучит как будто это легко для вас Ну это же не может быть так Я думаю, что этот вопрос Для меня, кажется, всегда стран Как вы это делаете? Не, ну подождите Давайте начнем с того, что с 92-го года Шутливо, как бы вроде, да Ребята с 92-го года Вместе и первое выступление Ажно было На джазовом фестивале в Новосибирске В 86-м Чуть ли не полвека А мы были студентами Конечно, они друг друга считывают на раз просто Знаете, это как это Золотая свадьба у людей Можно не разговаривать Они просто смотрят друг на друга Повозят бровью Или так это слегка И уже ненавидят друг друга Будем отвечать Не правда, нет Я шучу, шучу Интересная история Это группа театр пилигримов Это прям тоже такая ситуация И сразу за рубеж В театре работали дома Ну давайте вот от истоков Как вы встретились? Вы встретились в Иркутской области Или где это было? Как это было? С чего начинали? В Иркутской области В училище искусств В коридоре мы встретились Ага Один шел со своим инструментом На эстрадном отделении Да, другой со своим вроде Ну давай поиграем Юра предложил, кстати, мне поиграть А, меня пригласили на фестиваль На джазовый А, он не просто пригласил Бегал сольно, да А я думаю, что я поеду как дурак один Лучше как дурак вдвоем И мы сделали первое сольное выступление И тогда довольно успешно сыграли Потому что Баташов вел этот фестиваль Он сказал, запомните эти имена Не, у нас какие-то награды даже были Были, да Лучшие инструменталисты мы получили На этом фестивале Это было в Новосибирске Международном фестивале И вот Баташов сказал Я не знаю, все запомнили эти имена Ну вот Запомнили, запомнили Ну это мы сейчас тоже запоминаем Юрий Матвеев и Артем Якушенко Спасибо Красиво А трек «Солярис» откуда? Что за альбом? Или это тот же альбом? Это тот же альбом, да «Лабиринты вселенной» И вот там трек «Солярис» один из таких интересных Чем он отличается от других треков? Ссылка какая-то к произведению известным Ну бы не унесу Нет, просто впечатление, эмоции Эмоциональным Нет, кстати, ник бы не унесу Это вот это К лему Вообще у нас проблема с названием Ну «Солярис» Ну «Солярис» потому что разум, разум Разум океанский, разум Ох ты А трек «Сибирь» уже есть? Будем ждать от вас Спасибо за просмотр! 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 Разворот в полный показывает Просто фантастика, конечно! Ну, три альбома у вас вышло... Нет, уже, наверное, намного больше, да? Намного больше! Три CD-пластинки и около 10 альбомов всего, да? Нет, из CD где-то около 15-20 уже примерно, мы даже не читали Ну, ну, у нас еще саундтреки же выходили к фильмам, поэтому музыки довольно много вышло, может быть, она не очень разошлась... Смотрите, венгерские фестиваль театров, музыка ваша к спектаклю «Русальская сказка» гран-при, балет «Любовь моя цвет зеленый» также, да? Я номинировался на «Золотую маску» спектакль «Зимняя сказка» тоже с вашей музыки в Польше, все взял и «Золотая маска» в 2003 также И к сериалам ваши треки совершенно не проходят мимо, потому как это действительно сильно и сразу цепляет, наверное, поэтому хочется в полный разворот слушать это и с какими-то картинками А как насчет визуализации? Или вы просто делаете нарезку на своей треке из тех спектаклей и фильмов, в которых пишете музыку, и в таком виде они существуют в сети, нужно только набрать «To Siberians» на YouTube и увидеть это? Ну, к сожалению, вот с визуализацией у нас не очень, потому что мы в этом не специалисты, все свое время тратим на наши инструменты И в кино идет музыка, а вот так, чтобы делать вырезки какие-то, мы попробовали сами себя снимать, не очень хорошо получилось Почему? Есть одна группа замечательная, они шлемы надевают на себя, плащи Разные группы, разные подходы, но у нас не получается как-то снимать и играть одновременно Надо же играть, нажать, поправить, нет, нет, нужны люди все-таки А чем больше людей участвует в этом, тем интереснее, еще энергия усиливается Поэтому мы притягиваем к себе людей, которые нам помогут в этом деле сделать визуализацию Хотя сейчас такая ситуация в мире, наверное, всех учат уже самим тихо сидеть с этой ящичкой, там чик-чик-чик и все Все замыкаются, все дома все сами делают, сами все пишут и снимают, и вообще рекламу Ну, вы знаете, мне кажется, если даже с концертов ваши просто брать какие-то записи Это центральный дом музыки, концерт на Золчаковского и Олимпийский И вообще перечислять все не причислишь, а вот Линкольн-центр Давайте отсюда, понятно, что все здесь, в Нью-Йорке особо, в Америке сходили с ума по тому, как вы играете Вот несколько тут цитат я, конечно же, выписала себе, пока мы готовились к эфиру Ошеломляющий и инновационный синтезатор и удивительный унисон Глубинные виртуазные великолепные мелодии Новый уровень восприятия музыки И из Rolling Stones, например, тоже писали журнала Я увидел двух сибирьков и был буквально потрясен И не только я, а все, кто их слышал, испытывал то же чувство То есть это много-много отзывов, конечно, таких Я просто таких авторитетных имена надергала Поэтому, как ваши-то ощущения о Линкольн-центре были? Когда, в каком году вы там играли? Ну, если год не помню, честно Но мы играли там в такие знаковые места До Линкольн-центра, в Централ-парке на большой сцене играли Брайан-парк играли на фестивале, какой-то тоже джазовый фестиваль Ну, в общем, всех на уши сразу ставили Больше всего в Линкольн-центре нас удивило то, что Когда мы пришли и начали подключение Выяснилось, что все моно А для нас, ну, как-то это было... Ну, вот удивительно Моно, они говорят, а зачем на улице стерео? Моно-моно, все А у нас все в стерео Наши все системы, они как бы были сделаны в стерео И, кстати, с этим мы еще столкнулись в клубе Bottom Line, кажется, да? Не-не, Бликерс Бликерс, на Бликерс, да? Ну, как он, не Bottom Line? Не, не Bottom Line, друг, да? Битеренд Битеренд Битеренд, когда тоже включили И тут тоже все моно, для нас это было удивительно Но потом как-то наладили и все... Ну, потому что мы отличаемся от больших коллективов Там люди могут позволить себе моно играть Каждый включился в свою колоночку, гитарист, басист, барабанщик играет Да, вас-то двое А мы играем в линию, потому что все два инструмента Ну, левый канал, правда И у нас, кстати, не сразу пришел такой вот успех, что мы в Линкольн Центре играли И на всех фестивалях У нас было такое сложное время И наш менеджер, у которого офис, кстати, на Таймсквере Дэрил Питт Вот он придумал, чтобы мы играли на Таймсквере И мы играли, и за четыре дня продали четыре тысячи дисков И он сказал, если бы знал, то он бы подал это в книгу рекордов Гиннеса 11 часов, мы три дня играли 11 часов Фантастик И там у нас было много очень интересных знакомств Связанных с Вудстаком, кстати Да, и одной из них, это прибежал такой очень странный человек Сейчас, говорит, не уходите И через какое-то время вернулся Это оказался родной брат Ричи Хеванса Он подарил диск Ричи Хеванса А Ричи Хеванс, который открывал Вудстак Да И мы были в шоке, потому что с такими людьми нам приходилось Была возможность познакомиться Ну, а вы бывали в Вудстаке в этой местечке? Проезжали, проезжали Мы как-то на гастролях проезжали на машине И просто не было времени свернуть, посмотреть, как это все происходит Там же график все Да, да, хорошо А вот расскажите Юля говорила про большую сцену Все-таки на нашем Рашн Вудсток Сцена была громадная Там 30 метров глубина, 20 ширина И вы вдвоем, тем не менее, заполнили это пространство Как вам было Привычно Это место нам Да Нам нравятся большие площадки Я бы отметил организацию этого фестиваля Потому что нам всегда есть осторожность Наш звук непривычный И для звукорежиссеров И поэтому мы всегда встречаемся с какими-то трудностями Но вот в данном случае Звукорежиссеры были очень там открыты, расположены И звучало все хорошо Было очень удобно Все открыто И звук был замечательный для нас Очень комфортно на сцене И все было в лучшем виде Ну и в зале, наверное, тоже, да? Ну, я думаю, что в зале тоже Ну, теперь с нетерпением ждем, когда появится уже запись Эта концерта Уже отмокирована Да, чтобы увидеть Ну, это будет уже и видео, и аудио Сделаем, конечно, это все сборки Визуализация, кстати Мы о ней как раз и говорили А я на... Вот как раз то, о чем Юля спросила Оно как раз и реализуется Потому что там действительно громадная сцена Супер свет, супер звук И все это будет общая картинка Я надеюсь, с нетерпением жду Будет такая достойная Сайт TwoSiberians.net Это сайт Ребят, пожалуйста, зайдите туда Ну и, конечно, раз Тетельман Это продюсер Замечательно сказал Оригинальное звучание Великолепные мелодии Совершенное владение своими инструментами Ребята как будто заправлены ракетным топливом Два сибиряка Это просто потрясающе Давайте послушаем эту вещь, которая называется просто Melody Melody А у нас продолжается роскошная музыка Два сибиряка TwoSiberians.net Два сибиряка Два 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, сегодня в музыкальном салоне у нас группа «Два Сибиряка» «Two Siberians emotional music» мы слушали, как выяснили, и продолжаем слушать, конечно, это Юрий Матвеев и Артем Якушенко. Спасибо огромное, Максим Щеликов и Игорь Сандлер, и я, Юлия Генюш, тоже тут с вами. И, честно говоря, удивляюсь и удивляюсь дальше всем тем эмоциям, которые действительно возникают от того, как это слушаешь. Может быть, мне не довелось в полной мере ощутить этот музыкальный жанр и действительно то, что я сейчас слушаю, представив, что я попала на «Таймсквер» еще и просто случайно, совершенно точно ломанулась бы узнавать, где там какие сайты и где и как услышать это вновь и вновь. А планы есть ли у продюсера офис на «Таймсквер» и есть ли настолько серьезный здесь был успех? Вы же не сидите в России, да? Вот прямо на «Рошен Вустокс» ездили и сразу сюда. И где нас, можно нам вас здесь ловить? Ну, сейчас такая ситуация, что никто не знает. Ну, это понятно, да, да, да. Нас не догонишь. Нас не догонишь, не поймаешь, да. Границы по-прежнему закрыты для многих музыкантов, конечно. Пока остается лишь мечтать, куда-то вырваться, поехать. Мечтать, да, но чудо произошло. На «Рошен Вусток» были музыканты из Америки, Кубы, Ирландии, Японии, Германии. Да, 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 да. Как получилось это? А вот как, 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 как? Секрет, Игорь, расскажи. Смотри, а у нас еще есть фишка. Вы на «Таймсквер» уже продали 4000 пластинок, правильно? Да, да. Так надо повторить рекорд на Красной площади. Не пробовали? Там разрешения такого не дают. А, вот так? Ладно, рядом на манежной. У нас менеджер получал разрешение специально играть на «Таймсквер», да, и приходили полицейские, проверяли. И самое интересное было, когда… А, то есть непросто. Непросто. Когда такой очень большой, здоровый черный полицейский вдруг медленно к нам подходил. Немножко так. Да, да. И он взял и купил диск. Да ладно? Да, это было очень интересно. Прикольно. Так подожди, то есть там все строго, а вне «Таймсквер» можно играть? Или там уличные музыканты, там же очень развита эта культура? Ну, много, но вот именно там надо было специальное разрешение, специальные там громкости специальные. Это прям где вот Новый год встречаем, Новый год, где вот шарик падает. Прямо центральный, да? И в армии еще там есть вот как раз можно записать. Поставить аппаратуру, да? Да, две колоночки, генератор Хонда. А, генератор, все. Да, бензинчик у нас и 11 часов с перерывчиком. Подожди, у нас на ВУЗе уже три года у меня выступает Олег Скарлин, я его как-то приглашу на эфир, американец, который в книге рекордов Гиннеса он 32 часа нон-стоп пел. Два раза по пять минут, Алсануко. 32 часа не спал, но он генератор, он сам генератор, он просто такой энерджайзер. Не Хонда у него там? Не-не-не, у него новая фирма, новая фирма, да, пока еще неизвестной науке. Ну, 32 часа, а вы все-таки 11 часов без перерыва или были перерывы? Ну, не, с перерыва. Ну, перерывы были. Пять минут каждый час, чтобы сменился коллектив вокруг нас. А, вот так. Да, вот именно для смены коллектива. Ну, это тоже прилично, я тебе скажу, 11 часов подряд, это и три дня подряд, это... Четыре. Четыре дня подряд, это, считай... Ну, самая магия возникала на закате. На закате, да. Когда закат, когда... Когда небоскребы начинали с нами общаться. Да, это уже глюки летели, я чувствую. Нет, это вот... Прямо по-честному. Это по-честному, да. В транс. Другая реальность просто, да. Да, это другая реальность, точно. У меня, знаете, когда я прохожу музыкантов в метрополитене столичном, мне всегда немножко жаль, потому что люди, особенно когда торопятся, кто-то на работу, кто-то с работы, еще поток вот этот людской проносится мимо музыкантов. А ведь хочется остановиться, послушать, ну, как это, дай уважение. Здесь вот был такой эффект, что все проносятся мимо, и никто не знает. У нас собирались столпы, это было удивительно для Таймсквера. А еще менеджер придумал такую фишку. В последний день он взял авиационный прожектор из 13-го этажа, где у него офис, направил на этот пятачок на Таймсквер. Была очень интересная картинка, да. То есть Таймсквер действительно стала сцена для вас одна большой. А потом на столе, это куча денег, я помню. Ну вот это же просто клип, смотрите. По честному или по справедливости? По справедливости. Причем интересно, про нас фильм сняло, там же офис MTV, там сквер находится, они выкатили камеру, про нас снимали, потом какое-то канадское телевидение сняло, полчасовой фильм про нас. Потом вот это наше выступление показали в финальном игре по американскому футболу, как в финале мы в перерыве нас показали. Поэтому у нас очень много началось именно вот с этого, с Таймсквера. А потом башни произошло, это уже потом все. В первом году, да. И после них мы в этого случая уже приехали, и менеджер говорит, давайте еще раз на Таймсквер. А мы говорим, ну, второй, типа воронка дважды не попадает. Он не, вы русские, не понимаете. И действительно, мы начали играть опять на Таймсквер, но ситуация в корне изменилась, народ был другой, все это. И мы один, мне кажется, один день или два мы сыграли. Да, да, да. Народу мало было, да. У нас даже был спор. Это какой год был? Первый как раз. А, прямо после. Прямо после. Да, это важно вообще. Америка делится до взрыва и после. Мы должны были как раз 11 сентября прилетать в Америку. И когда случилось, мы по телевизору увидели, а на месяц перенесли. Но когда мы прилетали, самолет упал на Квинс, поэтому наш лист тоже задержали. Мы некоторое время над Нью-Йорком покрутились. Ого. Прямо вот это. Недавно, да. Как раз 20 лет было. И это был первый самолет, который посадили в JFK, когда мы после этого прилетали. И вы на нем как раз. Да, да. Ого. Как взаимосвязано все. И да. Вот это. А там митва звучит, я слушаю. Да, да. Митва. Да. Ну давайте еще позвучим. Да, хорошо. Прибавим. Ну и в следующем часе уже тогда выйдем для того, чтобы самые яркие впечатления все-таки узнать у вас о том, об этой стране. И о том, что хотелось бы все-таки повторить этот дуэт Two Siberians и их сайт twosiberians.net. А мы продолжаем. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что, полдень в Нью-Йорке. Мы продолжаем наш музыкальный салон. Как всегда, в середине недели мы выстраиваем радиомост. И музыкой, добрым словом, сближаем два континента в прямом эфире с двух студий сразу. Это продюсерский центр Игоря Сандлера и наша студия в Нью-Йорке «Ройса и радио». Время передавать привет всем тем, кто работает в нашей большой команде. Это основателям музыкального салона Сержу Лофте, звукорежиссеру Александру Борисову. Огромный привет. Огромный привет, Серж. Катюша Субосиной, Мартину Гусманову. Честно говоря, еще хотелось бы поприветствовать Ивана Маяцкого. Он сейчас с нами. И если бы не он, то, наверное, как по-другому бы эфир звучал. Ирина Подмарева тоже. И также Сергею Штрифан. Спасибо большое за то, что наш музыкальный салон так долго уже живет. Уже, собственно, почти 7 лет. Максим Челиков, я Юлия Генюш. Мы такие бессменные ведущие. Макс, спасибо тебе за верность нашему прекрасному делу. Игорь, очень рады приветствовать каждый раз в эфире, потому как вместе с тобой формат музыкального салона поменялся, и мы очень ждем еще и живых концертных выступлений. Ну, осталось только сказать, собственно, еще и порадоваться, что Emotional Music у нас сегодня в эфире. Это дуэт Two Siberians, потому как, когда их слышишь, конечно, не скажешь, что дуэт, такой вал музыки идет, такая волна энергии, которую сложно себе представить, только от двух людей, даже на больших сценах. Они заполняют как газ с собой все пространство, но и не мудрый нос, с 92-го года вместе настолько все сработано. И такие головокружительные волны успеха, и просто так пики такие были покорены. Интересно, были ли это чисто любивые планы, когда вы встретились в 92-м, и знали ли вы, к чему приведет это в 2021-м? Ну, там, скорее всего, не чисто любивые планы были, а безвыходная ситуация, потому что мы уволились из театра и оказались вдруг с акустической гитарой, с акустической скрипкой, привыкли играть музыку рок, большую музыку, привыкли уже к такое звучанию. И хотелось бы это повторить, но коллектив набрать мы тогда не могли. и стали потихоньку реализовывать наши мечты именно в состоянии дуэта. На два инструмента, чтобы добиться, мы решили такого же звучания мощного, которое заменяло бы группу вдвоем. Ну, в нашей рубрике, всегда в нашей программе есть такая рубрика «Рояль в кустах». Но сегодня у нас не «Рояль в кустах», а сегодня у нас «Баян в кустах». Поэтому вот тут по мгновению волшебной палочки между нами оказалась такая красавица, комсомолка, спортсменка. И по совместительству лучшая баянистка мира, по совместительству соорганизатор фестиваля «Вусток», который был выпускающим продюсером, мало того, что она там выступала с такой поддержкой мощной, сзади нее сто танцоров было. Это балет громадный. И мало того, что она играла рок-папури, смешанный с русскими народными песнями, это было вообще феерическое шоу. Вот это да. И вот так вот случилось, она не виновата, но между мной и Максимом сидит Настя Семышева. Поаплодируем. Настя Семышева, здравствуй. Как же здорово. Да, ребята, если вы нас не видите, то нужно. Ройса и Дат.ФМ. Нас можно не только слышать, но и видеть. Ослепительной красоты девушкам. Причем я говорю это абсолютно нормально, цитируя. А большинство... У меня. Да, о, спасибо, Макс подтвердил. Ну да, все средства медиа, массовой информации просто говорят о том, что это действительно самая красивая баянистка в мире. Но она выпускница Академии музыки Менегнесиных. И, конечно же, еще и когда выступает где-либо, когда где-либо появляется, включая вот Russian Woodstock сейчас, это не остается абсолютно без резонанса и без внимания. Что, сейчас позвучим, наверное, да, сначала? Можно я начну с Либертанга, Настя, не возражаешь? Конечно. Да, спасибо. Так. Вот так. Это будет звучать так. Поехали. 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 Спасибо. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анастасия Семшева Да, вот это то, как это звучит Это фантастика совершеннейшая Ребят, ну, надо же просто рассказать, что звучало на Вудстоке И так ли это, в таком же формате ли это было Короче, Настя, расскажи, как ты докатилась к такой же Вудстока? Добрый день, от рождения, от рождения И почему баян? То есть, если мы слушали тут гитару и скрипку, и это было вот в электронном звучании Просто в полном объеме, в восхищении, да, emotional music, да, оно все так причесано А тут настолько сразу струнки душевные завибрировали А почему баян? Это семейное? Или откуда такой выбор? На самом деле, действительно, все очень-очень просто У меня мама педагог по баяну И с самого-самого раннего детства Лет с трех, наверное, четырех Я просто все свободное время проводила вот у нее на работе Ну, после садика она меня забирала И мальчишки у нее так играли Там какую-то компарситу, что-то такое Я там на горку шла И мне так это нравилось Я говорю, мама, хочу на баяне играть И она говорит такая, Настенька, ну, говорит, скрипочка, фортепьяночка Ну, есть же, такие инструменты, все же, все же хорошо Зачем тебе баян? Я говорю, нет, на баяне И вот она говорит, ну, хорошо, тебе пять лет До шести потерпим, если не передумаешь, пойдешь И в шесть лет я, правда, пошла играть на баяне учиться Училась, 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 училась Мне кажется, пару лет я так старательно училась А потом поняла, что делать это непростое И говорю, мамуль, мамуль, может, что-то другое придумаем А она говорит, нет уж, начала, давай-ка, заканчивай, да Ну и все, и потом с тех пор я и не расставалась с ним Подождите, отмотая назад немножечко Вот даже сейчас, то, что, если вы увидите клипы или видео с Вудс Только вы увидите огромный баян в руках Насте А как же тогда? Ну, то есть, маленькая девочка Да, крупкая, маленькая девочка Ножки торчали, и меха вот эти вот туда, вза вперед ходили Максим, во-первых, не огромный баян У нее итальянский именной баян Под нее сделан, и он небольшой Белый, красивый Это еще небольшой Он очень небольшой Ее сделан, ничего себе Поэтому ты не пугай зрителя Интерес зато появился, пусть посмотрит Это да, это точно Мы оставили табуреточку, обязательно подставочку такую для ног Потому что ножки, они же не дотягиваются до пола Чудом, шесть лет Сверху баян, и пожалуйста, мучайся А это еще такие баян из советского И пожалуйста, мучайся Мучайся, как мотоцикл Урал, да? И вроде бы красиво это все звучит Но для того, чтобы это звучало, нужно идти меха, тягать Ведь круглосуточно я на самом деле, правда, занималась там шесть лет По пять часов, наверное, никто так не занимался Вот с этим баяном, поэтому у меня есть бицепсы, бицепсы Ух ты, точно есть Так, ну все Можно идти в бодибилдинг Да, да, да Ну качай Армрестлинг Это не гири там, да Да, армрестлинг точно Вот это да Кстати, армрестлинг Микки Рург приезжал, когда с презентацией А у меня только одна рука накачана Одна, да? Ну с мячом А вторая замороженная Замороженная Я, кстати, видел фотографию с Микки Рургом Ну вот Микки Рург как раз армрестлинг фильм был И он прилетал на презентацию Мы с ним встречались Кстати, хороший фильм вот этот Да, да, да И мы с ним очень хорошо время тогда проводили Как раз я его своими сырками, классированными угощал А у него два диетолога были После десятилетней загул его Ему нельзя было ничего есть лишнего Но тем не менее После этого перестал выпускать Это небольшая отсылка Анастасия Ты после этого перестал выпускать Он все съел Анастасия Семушева в гостях по-прежнему Давайте вернемся через пару минут Сейчас спрыгаем на рекламу Мы продолжаем музыкальный салон Продолжаем наши встречи Из продюсовского центра Игоря Сандлера Сюда в студию Ройса Радио в Нью-Йорке Сегодня у нас Two Siberians Это Юрий Матвеев и Артем Якушенко И Анастасия Семушева Самая прекрасная баянистка Я не побоюсь такого слова Мира Это действительно так То есть у нас сегодня гитара, скрипка и баян И мы уже сразу окрестили Что у нас сегодня в программе Absolutely emotional music А еще есть возможность Немножечко вот на секундочку представить Что же происходило на Woodstock Russia Пропитаться этой атмосферой музыкального праздника Насладиться И действительно то, что происходит Я просто сижу, помалкиваю Мне нравится абсолютно все Но за кулисами и за кадром происходит самое интересное Юль, и вот Анастасия рассказала Что долгое время у нее баян весил 17 килограммов А то, что сейчас он легкий Он как дамская сумочка 8 килограммов всего Поэтому я просто Чуть тяжелее скрипки Артема Восхищает спортивную форуму Анастасии Да, этой крупкой девушке Я просто слышу, как разговаривает Макс Я его интонацию знаю уже 7 лет Ты понимаешь, что тут там сейчас происходит Он завелся, завелся Глаза заблестели Здорово Спасибо большое Настя И, собственно, как тогда получилось? Это была музыкальная школа Или ты сразу училась у мамы? Или как ты сразу поняла, что что-то все-таки И в этом инструменте, и в этой горючей смеси Ты с твоими эмоциями, и с твоими ощущениями И баян, это отдельная история Это была музыкальная школа в 6 лет И ты начинаешь учиться И начинается вот этот процесс Какие-то конкурсы, какие-то фестивали Какие-то концерты И просто ты в эту струю входишь Ты не думаешь о том Твоя жизнь, это не твоя жизнь Ты просто занимаешься этим делом, и все Готовишься к одному концерту, ко второму Это огромное количество времени занимает И вот так по накатанной, по накатанной Получается музыкальная школа Сколько? 8 лет И... В Москве? У меня это к тому, что... Нет, не в Москве, это город Пермь Город Пермь, да Это Сибирь тоже такая близкая история Короче, three Siberians Как говорили, гитара, скрипка и баян А раньше это говорили, скрипка, бубен и утюг, да? Такая шутка была Но... Не знаю И что это за шутка? Пауза, пауза, пауза такая Обидно, в любом случае, да? Кроме скрипача всем обидно, да Смотри, на самом деле Действительно, может быть Сделать какую-то Пару композиции вместе А почему нет-то, а? Мы же сейчас не живьем К сожалению Не, вообще на будущее Я вообще в целом Вот так и происходит На следующий вудсток Надо как-то... Магия коллаборации Коллаборации, да Хотя бы коллаборация Хорошее слово Ребят, давайте Вериду послушаем сейчас Это звучит Анастасия Семышева С ее уникальным талантом Виртуозностью Давайте чуть-чуть Вериду позвучит Очень хочется, спасибо Анастасия Семышева Субтитры создавал DimaTorzok 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 Настя, этот выбор Твой выбор или это рекомендации Кого-то, что вот Севериду в твоем исполнении Будет звучать особо интересно Или это у тебя особое отношение С метелью или с вальсом? На самом деле Каждый трек, точнее почти каждый трек Это не случайный выбор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шоу вот этого Шоу это что такое? Это я играю на баянии И у меня еще коллектив танцоров От шести человек И все это такое театрализованное представление Музыкально-театрализованное И один из блоков нашей программы Это как раз блок посвящен Классической русской музыке Мы играем Чайковского, Сверидова Хачатуряна даже есть Все это миксуем Миксуем Ну в случае со Сверидовым нет В случае допустим с Хачатуряном Миксовали с Ойся ты ойся Допустим рок у меня есть Мы миксуем тоже с русскими народами То есть это все такое Каждое произведение как-то Придумывается индивидуально И вот в рамках вот этого блока Мы сделали Сверидова Потому что оно на баяне мне кажется Ну по моему мнению очень-очень подходит Вот это рок на баяне Сейчас мы немного послушаем А я хотела спросить у Гри Сандлера Если уж вы работаете вместе В продюсерском центре Гри Сандлера То не продают ли еще на эти познавательные концерты Абонементы музыкальные Музыкальные школы Общая образовательная школа детям Это же прям вот в концертную комнату приходить И прямо вот по кругу и слушать Раз в месяц такие познавательные моменты Вечера Ну что послушаем да Анастасия Семшева Рок на баяне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так интересно, куда же дальше проведут развитие событий. Если мы столько интересных мелодий там уже узнаем и узнаем. Кто писал это по Пури? Или это для тебя? Или это для тебя так же, как и Боян именной сделан Анастасия Семушева? Или это какие-то интерпретации, которые ты просто выбрал для себя повторить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, конечно. Каждое произведение, каждый трек, который я исполняю, написан одним человеком. Эдуард Аханов, очень давно с ним сотрудничаю. И он для меня пишет и баянные партии, и аранжировки музыкальные. Все это его авторский материал. То есть это такая совместная работа, есть задача, идеи. И все это потом воплощается, и миллион раз правится. И что-то получается, что-то не получается. Но это и есть творчество. От этого мы все получаем удовольствие. Фантастика. Всегда остается вместо экспериментом каким-то музыкальным, может быть, какой самый смелый вызов был брошен, неожиданная композиция была выбрана, но почила в истории, так и явив себя миру. Настолько интересно, что ноты, ведь то, что ты для себя выбрала, и то, что ты пишешь, это просто вот нотами, да, уже можно тоже издавать. Говорю, он болевшим, потому как папа дирижировал Оркестром Буинистов и искал ноты всегда за 50 лет такой деятельности. Тоже создал очень много аранжировок и расписанных партитур для Оркестром Буинистов. А у тебя вот это все тоже эксклюзивно сделано для тебя, и ты выпускаешь сразу и видео, и аудио, и в нотном варианте также можно найти музыку эту. В нотном варианте точно есть, но только у меня в распечатанном виде, честно признаться, даже никогда не думала о том, чтобы это куда-то опубликовать, и нужно ли это кому-то. То есть это все равно определенный формат. С твоей фотографией нужно. Ну, кстати, я подумаю на эту тему, правда, почему нет? Я за то, чтобы люди исполняли, за то, чтобы развивались. Такой я пропагандер. Есть такое слово? Пропагандист есть. Интересно, кто из нас на этой стороне океана? Кто из нас по-русски? Вообще пропагандист, но она пропагандер именно. Ну да, emotional music. Я иногда, да, выдумываю слова, мне понравилось. Да ладно, что красиво. Так хотелось сказать, вот именно так, почему-то. Ты знаешь, ты так играешь, что все равно какие слова-то выдумываешь. Сейчас феминистическое движение, да, аплодируют. Ребята, а я вот тут еще... В окружении таких мужчин сижу, таких музыкантов, и я, если честно, конечно, немножко волнуюсь, и поэтому надеюсь, что все поймут, почему у меня слова просто путаются. Это не ты сидишь среди нас, а мы среди тебя. Это мы волнуемся. Это мы волнуемся. Такая красавица. Это мы волнуемся. Вот именно. Ребята, а я вот тут нашла трек музык из советских мультфильмов и кинофильмов, видимо. Давайте мы еще вот этот момент сейчас послушаем, музыкальный момент этой нашей программы, который украсила Анастасия Сёмышева. Спасибо большое всем. И to Siberians, и Анастасия Сёмышева. Анастасия Сёмышева Корректор А.Егорова Анастасия Сёмышева Корректор А.Егорова Анастасия Сёмышева Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот, или вот как предыдущая роковая. А на Вудс-таки как раз, да, звучала роковая. Это же рок-фестиваль, ну как я могла подвести, конечно. И Russian Woods, так это все рок-композиции у меня были в перемешку с народными композициями. И так это, мне кажется, очень органично вписалось. Слушайте, я прошу прощения за каламбур, но, знаете, такое выражение есть, коза и баян. Вот тут козу, я представляю, на фестивале рокерском все руки подняли и баян. Ну все, сложилась картинка, полно идеально. Макс, самое главное, что ты доволен все. И коза, ты нашел козу в баяне, да? Да, да, да. И наоборот, баян в козе, да? Одну с другим, да. Настя, а расскажи, пожалуйста, вот ты все-таки на Вудс-таки была выпускающим продюсером. Ты громаднейшую на себя завалила функцию, много, вернее, разных функций. И как вот это все, как ты справилась с задачей? Или со страху тоже, как и я? Это было, во-первых, со страху. Во-вторых, каждую ночь, мне кажется, до Вудс-така, это сон по два-три часа. Не потому что даже нет времени поспать, а потому что постоянно ты прокручиваешь в голове. Какие моменты, что еще нужно учесть? Какие могут форс-мажоры произойти, которые можно избежать? Как сделать так, чтобы группам, которые приезжают на фестиваль, было максимально комфортно? Потому что я, как музыкант, понимаю, насколько это важно, то, что происходит за кулисами до концерта, до того, как они вышли на сцену. Насколько важно им чувствовать себя комфортно, уверенно, чтобы потом отдать всю свою энергию, всю свою энергетику, залу. Как важно подготовиться им, чтобы их ничего не волновало, чтобы не было проблем с организацией, перемещением, звуком со всем. И, конечно, такая очень большая ответственность за это чувствовалась на протяжении всего времени. А можно узнать теперь у Юрия Матвеева и Артема Якушенко, участникам дуэта «Тус Айбериенс», которые тоже работали на Востоке, ощущалась Настя на заводе за кулисное? Все получилось или нет? Ну, я бы даже хотел бы извиниться, потому что там действительно была такая ситуация напряженная. И вдруг Настя заходит, по-моему, Настя же сказала, что надо раньше выходить. И мы, может, не очень обрадовались. Я прошу прощения за то, что мы без энтузиазма восприняли эту новость. Но, как и потом оказалось, все нормально. Мы вышли вовремя, отыграли сколько смогли. Сколько смогли. Но без энтузиазма. Но без энтузиазма. Только с огромным. Мы только новость без энтузиазма играли с огромным энтузиазмом. Не, а Настя, ну, во-первых, такой красавица, попробуй откажи. Поэтому я ее бросал на амбразуру, где вариантов не было. Добрый игрок. А, Настя, ну да. Так-то нет, а вот для тебя да, конечно. Давайте окунемся еще раз в дух фестиваля. Вот я уже слышу, на фоне звучит музыка. Ну, может быть, такой не было на Вустаке. Но, тем не менее... Почему? Это была на Вустаке. Вот именно это была. Да, Сибирь называется. Да, именно Сибирь. Поэтому я не смогла отказаться. И, конечно же, поставила ее. А это tosiberians.net. Это сайт этой группы. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Это красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, что, правда, мы прямо в Сибири оказались, в этом атмосфере, в этих ощущениях. Очень красиво. СМС пришла. Давно слушаю и знаю творчество ребят. To Siberians. Классные снежные ребята. Давайте жгите. Всем здесь на работе включу на полную. У меня много помощников играет на разных струнных инструментах. Удачи, красавцы. Вот. Так что вам вот такое вот. Спасибо большое. Нежную смс-ку для Насти я прочитаю чуть-чуть попозже. А трек, который «Транссип» называется, это как? Тоже в ту же степь? Мы сейчас отправимся. Ну, так получилось, что мы живем посреди, ровно посреди земли, Иркутск, середина земли, и мы «Транссип» проехали в обе стороны, сначала и до конца. И у нас такая композиция «Транссип» есть. Красавец. До Иркутска сколько дня? Три, наверное, четыре из Москвы, если. Так еще до Владивостока потом, от Владивостока до «Транссип». Да-да-да. Ты сейчас курсирует фирменный поезд, я знаю, сделали там оформили. Да, я путешествовал пару раз. Это запоминающийся. Я рекомендую, если есть такая возможность, каждому хоть раз помедитировать недельку, сидя у окна в хозе. Знаете, это вам кажется. Только первые четыре дня тяжело, а потом привыкаешь. В Москву едет до Владивостока и обратно. Да. Обратно самолетом или еще медитировать 7 дней? Можно самолетом. Только самолетом можно долететь. Там пилинг, в пролив, можно, кстати, на Аляску и вот к Юле гейте. Ну, нас не запугаешь, потому что в 70-е годы мы объездили весь БАМ, все золотые прииски, «Транссип». Ну, мы на гастролях тогда самолет, но и поездом, конечно, ездили. Что слушаем? «Транссип». Да, это уже «Транссип». Давайте еще немного сибирских мелодий. Все-таки у нас и Пермь, и Иркутск. Здесь все пропитано сейчас этим ощущением. Все-таки emotional music – то самое, где родилась, где родились, где родина, и уже никак не выжить из ощущений. Давайте чуть звучим, но и дальше еще вернемся. Ну, да, такое прямо чуть-чуть тянет даже, да, это ощущение транссибирское. Emotion music у нас сегодня. Вот еще в эмоциях немного побудем. По-моему, это действительно красиво, очень необычно. Да, пожалуйста, комментируйте. Это композиция «Лето» называется. «Ай-Ду-Ду». «Ай-Ду-Ду», да, это «Ай-Ду-Ду». Это я забыл, это «Ай-Ду-Ду». На «Лето» похоже. Это «Ай-Ду-Ду» летом. В юрной версии «Ай-Ду-Ду» в Артема «Лето». Неспешное течение музыки, когда нужно расслабиться, выдохнуть. Середина рабочего дня сейчас в Нью-Йорке. Самое время собраться с мыслями. В Нью-Йорке же еще лето, наверное. Нет, уже, наверное, все-таки осень. Ну, осень-осень, а люди купаются. Ну, ближе к лету, мне кажется. В Нью-Йорке «Ай-Ду-Ду» сейчас. «Ай-Ду-Ду». Юрий Матвеев, Артем Викушенко, Анастасия Семшева и Максим Челиков. Спасибо тебе огромное, что ты с нами, с тобой эфиры совсем другие. И Игорь Сандлер. Просто таких музыкантов Игорь собирает вокруг. И его «Рошин Вудсток» — это совершеннейшая фантастика. Ну, мы продолжаем. Вот такое у нас сегодня «Эмоционал мьюзик» «Ай-Ду-Ду». «Ай-Ду-Ду» 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 Ребята, какое же удовольствие сейчас встречаться с такими уникальными музыкантами. Как же здорово, что мы с вами за эфир изобрели этот прекрасный термин «Эмоционал мьюзик». А мне кажется, что это стоило нашей встречи. Да, наша встреча стоила того, чтобы это случилось. Спасибо вам большое за музыку. Спасибо вам большое за всё то, что происходило. И отзвуки «Москва Вудсток» фестиваля Игоря Сандлера. Они прямо вот с нами витают, летают каждый наш эфир. Максим, правда? Да, да, я же права. Вот по ощущению, когда с Игорем общаешься, с Игорем Сандлером, всё вот прям ворота в Вудсток фестиваль открываются. Сразу же появляется такая глубина и многогранность происходящих событий. Можно посмотреть и с той, и с другой стороны, и за кулисы зайти, взглянуть, что же там происходит, что там за шумиха. И постоять у сцены, посмотреть на этих величественных музыкантов, которые искренне выступают, дарят свою энергию, свою жизнь, можно сказать, на сцене. Но, Юли, конечно, программа у нас сегодня получилась очень насыщенная, позитивная, жизнеутверждающая. Но начался этот день несколько с таких новостей очень печальных, очень трагичных. И один из важных людей, который и посещал музыкальный салон, который был нашим дорогим гостем, ушёл из жизни. Вот, я знаю, Игорь также близко его знал. Пожалуйста, Игорь, пару слов. Ну да, к сожалению, ничто не вечно под луной, и мы тоже не вечно. И, к сожалению, ровно неделю назад, в ту среду, мы об этом узнали чуть позже, ушёл из жизни наш очень близкий друг Николай Арутюнов, которого знает вся страна, который выступал буквально недавно «Голос 60+,» и занял одно из призовых мест. Работал пять лет директорами. Ну да, человек, который «Лига Блюза» он создал в конце 90-х годов, человек, который настолько рок-н-ролльный, настолько высоко профессионален, настолько с брутальным, мощнейшим голосом, человек, который выступал и с Биби Кингом, и со многими легендами мировыми, человек, который готовился к нашему Вудстуку, он готовил с Димой Четверговым проект, и они месяц целый репетировали, но прямо буквально в день или за день до Вудстука мне сообщили, что он заболел, и Четвергов отработал без него, и вот прошло буквально две недели, две с половиной там недели, и его не стало громадному сожалению. С Колей мы записали такой альбом «People to People», это официальный трибют группы «Ди Пепл», и здесь у меня спели и Игорь Бутман сыграли, и Маргулис, и Маршал, Белов Паргорькова, Алешин Толя, Моральный кодекс, Лепс Гриша, Барыкин был жив тоже, я там выделился треком. Расторгуев Коля, Носков Коля, Кроссроуз группа «Четвергов», и, конечно, вот фотография Николая Рутюнова, он потрясающий трек спел, причем настолько брутально, и задачу я тут поставил, Коля ее первый подхватил, кстати, задачу я поставил спеть «Ди Пепл», но каждый выбирал свой трек, но спеть не банально, как в любом ресторане поют там в ноль, а именно поменять полностью аранжировку и стиль, и группу «Ди Пепл», чтобы звучало по-новому. И более того, кто-то с оркестром спел, кто-то там в тяжелом роке сыграл, кто-то в альтернативе, кто-то в фьюжн, кто-то в фанке, кто-то в глэм-роке вообще сделал отвязно. И сами группа «Ди Пепл» послушали этот диск, пару треков забраковали, но один из лучших треков на этом диске — Коля Рутюнова. И, безусловно, нам его будет очень не хватать, и это сегодня я так проанонсировал эту тяжелую историю, но мы сделаем обязательно программу, посвятим ему, пригласим его друзей, и послушаем его музыку, потому что я много раз говорил, что я, собственно, каждый год делаю «Вечера памяти рок-музыкантов», и ребята у меня «Ту Сайберинс» много раз выступали, «Вечер памяти Барыкина», «Вечер памяти Александра Монина», группа «Груиз». Но сейчас настолько много уже ушло из жизни потрясающих ребят, мы уже делаем просто «Вечер памяти музыкантов». И, к громадному сожалению, Николай Рутюнов тоже... Да, не верится абсолютно. Да, попал в этот список этих... Сейчас напомню. Но я всегда говорю, что человек умирает два раза. Один раз физически, и второй раз, когда о нем забыли. И моя задача, чтобы о моих друзьях, о великих музыкантах люди помнили. И поэтому каждый год мы вспоминаем, играем их музыку, говорим о них, слушаем их. И я считаю, пока они живут в наших сердцах, они живы. Ребята, я так просто напомню. «Рутюнов.ру». Зайдите, пожалуйста, на этот сайт, послушайте. Послушайте то, что он творил. Послушайте, почитайте о нем. Лигу Блюзову он создал в 79-м году. Половина репертуара была на английском, это блюзовые стандарты, а половина его песни. И вот если я сейчас помню, это «Развяжи мне руки», «Июльский блюз», «Ваша дочь», «Мой мышонок», «Этикет», «Лентяй». Вот это все, что я назвала Олега Блюза в его исполнении, его песни, совершенно невероятно. Сейчас еще Маша Кац выложила также на своих страничках потрясающий с ним дуэт «Песни сестра», написанный им, и они вдвоем спели. Там и сюжет, и все, просто слушать невероятно. И спасибо большое нашим гостям. И сейчас два сибиряка, Two Siberians, наверное, как раз «Labyrinth of Universe» — это то, что сейчас прозвучит и будет очень-очень кстати. Юрий Матвеев, Артем Якушенко. Также спасибо большое, скажем, Анастасию Семушеву и Игорю Сандлеру. Всем, кто принял участие в подготовке программы, в следующую среду не пропустите. Это музыкальный салон, мы вас любим, ждем, до встречи. Спасибо, Максим Челиков, Игорь Сандлер, привет, Сергей Луфти, и всем-всем-всем в нашей команде. Ивана Маяцкого особо. Юлия Генюш, спасибо. Спасибо, счастливо.